Между Крымским забором и стеной Яценюка есть большие отличия. 29 декабря 2018 года деловая газета «Взгляд между Крымским забором и стеной Яценюка» есть большие отличия. За безопасностью Крымского рубежа теперь будут следить не только пограничники, но и система датчиков. Источник изображения – Александр Полегенко, РИА Новости Крымское управление ФСБ приготовило новогодний подарок для соседей. В пятницу стало известно о завершении строительства 60-километровой линии заграждения на перешейке, соединяющем полуостров Крым с материком. В отличие от громко распиаренной Киевом стены Яценюка, перекопский забор с датчиками и колючей проволокой абсолютно реален. От кого в первую очередь ограждают Крым и надолго ли? В пятницу в Крымском пограничном управлении ФСБ России сообщили о завершении строительства заграждения и настройке сложнейшей системы датчиков на российско-украинском участке границы и в районе Перекопского перешейка на севере Крыма. Рубеж инженерных сооружений состоит из нескольких типов заграждений протяженностью более 60-ти километров, сообщила РИА Новости. Здесь установлены системы телевизионного видеонаблюдения, в том числе тепловизоры для лучшего контроля ситуации по ночам и при плохой видимости. Установлено несколько сотен датчиков различного типа действия вибрационные, передают информацию при приближении к ограждению, и радиолучевые, которые автоматически включают видеокамеры с возможностью ночного видения. Датчики расположены как скрытым, так и открытым образом, поясняют пограничники. Добавим, в ноябре стало известно, что в Крыму появится автоматизированная система контроля за надводной обстановкой при охране морских границ и рубеж. Позже в пограни управлении ФСБ по Крыму объяснили необходимость постройки забора. Заявлено, что заграждение позволит пресечь попытки организации каналов контрабанды, а также перемещения через границу оружия и боеприпасов. Пограничники упомянули попытки прорыва диверсионно-разведывательных групп сопредельного государства на территорию Крыма. О каком сопредельном государстве идет речь, вполне понятно. «Напомним, к примеру, о задержании украинской диверсионно-разведывательной группы в августе 2016 года. Ранее ежегодно совершалось несколько попыток нарушить границу с разными целями, не только с хулиганскими, но и довольно серьезными», сказал газете «Взгляд» член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цыков, который представляет в Верхней Палате Республику Крым. «С украинской стороны примечания «Взгляд», мы постоянно слышим заявления, иногда на самом высоком уровне, о том, что они чуть ли не собираются атаковать границу Крыма», напомнил крымский сенатор. «Особенно часто мы слышали об этом из уст известного радикала Ленура Ислямова, который руководит небольшой группой крымских татар. Они заявляли, что будут чуть ли не штурмом брать границу и дальше вторгаться в Крым. Цыков подчеркнул, что в большинстве случаев подобные угрозы остаются на уровне риторики, но тем не менее надо обеспечить стопроцентную защиту границ. Добавим, что риторика и соседи не ограничиваются. МИД России располагает информацией о возможной подготовке Киевом вооруженной провокации на границе. Об этом на прошлой неделе предупредил глава российской дипломатии Сергей Лавров. То, что работа по установке заграждения завершена, это правильно. Крымчане относятся к этому очень одобрительно, рассказал сенатор Цыков. Собеседник отметил также, что завершение строительства ограждения никак не повлияет на жизнь жителей приграничных районов. Никто через границу туда и обратно не ходил. Надеюсь, что когда-нибудь отношения между Россией и Украиной будут нормальными. Возможно, мы будем новым союзным образованием, и тогда границы между Россией и Украиной вообще исчезнут. Но в полной мере границы не исчезнут, потому что все равно должен быть пропускной режим при пересечении. Нужно знать, кто пересекает границу, подытожил Сергей Цыков. Пока же нужно исходить из реальности, киевский режим не собирается сворачивать русофобскую политику, отказываться от идеи возвращения Крыма и от последнего прощания с Россией, то есть полной самоизоляции от соседей. На Украине, напомним, тоже пытались укрепить границу, даже отгородиться от России забором и рвом. В 2014 году Петр Порошенко издал соответствующий указ, а тогдашний премьер Арсений Цынюк предложил проект «Стена» или «Европейский вал». Проект предусматривал сооружение траншей, рвов и специальных объектов. Однако до сих пор большая часть работ не выполнена и создание стены находится в подвешенном состоянии. Крымский политолог Владимир Джарала указал на главные отличия между двумя проектами. По его словам, главное из них заключается в коррупции. Непроходимый вал Яценюка закончился посмешищем несколько сот метров колючей проволоки, а ров размыло буквально после первого дождя. Но на все это были выделены очень большие деньги. И самый главный итог. После ухода Яценюка выяснилось, что он является одним из богатейших людей Украины, сделавшим свое состояние после 2014 года, когда стал премьер-министром, сказал Джарала газете «Взгляд». Эксперт подчеркнул, что заграждения с российской стороны строились по необходимости, в силу определенного задания и по той причине, что они были необходимы для пресечения попыток проникновения на российскую территорию. То, что делал Яценюк, было полностью посвящено тому, чтобы разжигать межнациональную рознь между русскими и украинцами и создавать препятствия для общения между странами. Укрепление пограничной стражи в Крыму выполняет исключительно практическую задачу. Препятствие проникновению, контроль за узким участком границы с возможностью обеспечения безопасности и ничего более, пояснил эксперт. Между двумя проектами нашлись и символические различия. Когда люди пересекают границу между Россией и Украиной на этом участке, они уже сейчас видят разительные отличия. Российский участок границы освещен в любое время суток независимо от погоды. Переходы крытые, достаточно удобные для людей. Помещения, в которых работают сотрудники погранслужбы, сделаны по уму. Перед нами функционирующий аппарат. Рассказал он. Со стороны Украины граница выглядит иначе. По словам эксперта, она состоит из еле освещенных отдельных участков. На некоторых участках вместо полноценных контрольно-пропускных пунктов до сих пор стоят вагончики. А вспомните легендарные фотографии мерзких туалетов а-ля сортир. Эти фотографии вызывают тошноту. Эти фотографии показывают отношение власти к людям. Таким образом, перед нами различия в культурах управления. Российская система управления направлена на решение задач. На Украине система управления направлена на извлечение частной выгоды, подытожил Джарала. Андрей Рещиков. 28 декабря 2018 года. Права на данный материал принадлежат деловая газета «Взгляд». Материал размещен правообладателем в открытом доступе. Тем более,把 шанс �실히 обindustрируют увеличены вufacture. Господь «Пудbury», это выбирает Yunegt motivating. Вам показать её инзира war.